Здравствуйте! Это программа «Кадр из жизни». И сегодня мы в музыкальной школе. В гостях у пианиста Владислава Иванова. Влад, здравствуй! Здравствуй! Владислав основатель продюсерского центра империи искусства Empire of Art 2014 года. Основное направление которого организация и сопровождение концертов, фестивалей, художественных выставок, продвижение молодых музыкантов, художников, поэтов, дизайнеров, архитекторов, музыкальных ансамблей и оркестров. Я знаю, что у тебя вся семья имеет отношение к музыке. Получается, твое будущее было предопределено? Ну, не совсем. Родители были против музыки и не хотели, чтобы я занимался музыкой, зная, как это сложно, как это много надо в это вкладывать, заниматься ежедневно. Но я сам хотел. И уговорил, чтобы меня отдали на скрипку. Но родители меня привели на фортепиано, предложили это, что они хотели попробовать. И я согласился. И потом был выбор между скрипкой и фортепиано. И он попал на фортепиано. Это такая забавная история из детства. То, что на скрипку надо было ездить очень рано и очень далеко. И надо было стоять. И там больно струны. Все это прожимается. А на фортепиано надо было ходить около дома, рядышком, вечером. Судьба. Да, судьба так, да. Ну, мне педагог фортепиано. Нельзя заниматься двумя инструментами одновременно. Ну, нежелательно, потому что если хочешь достичь каких-то результатов, то нужно все силы отдавать одному делу. Казалось бы, музыка должна поглотить его полностью. Но это не единственная сфера, в которой преуспел герой нашего сегодняшнего выпуска. Владислав изучает и практикует джиотиш, включающий в себя астрологию, хиромантию и нумерологию, что привело к инициациям Рейки и Меркаба. Активно занимается криптовалютой. Влад, а расскажи, пожалуйста, как давно ты перешел на вегетарианство и что этому поспособствовало? Это произошло около двух лет назад. Ну, то есть я им интересовался и периодически переходил на отсутствие животной пищи так в течение жизни, на несколько месяцев, на полгода, никогда не испытывал тяги к мясу или к чему-то, к рыбе. Ел, когда вот есть оно и есть, да, на столе что-нибудь, застолье или что-нибудь. Специально никогда не ел, не готовил сам. И способствовало это изучению астрологии джиотиш. Потому что это джиотиш, это ведическая астрология, совокупность хиромантии, астрологии и нумерологии. И преподаватель мой, у которого я занимался, он как раз меня и способствовал тому, чтобы я полностью отказался. У меня был какой-то такой диссонанс со своими ощущениями. То есть я и не хотел, как бы, мне это не нужно, но тоже принимал, как бы, а вот полностью отказываться. Всегда, когда от чего-то полностью психологически думаешь, что надо отказаться, всегда к этому появляется тяга. Согласен. Потому что это полностью вот что-то лишишь себя. И я решил начать с Великого поста и посмотреть, как это, что это принесет. То есть, в принципе, да, это было, я и читал много пользы от отказа от мяса и что там, и развивают рак, да. Ну, не только рак, а другие болезни. Смотрел с духовной стороны, что это отказ, что это кармическая связь, это же кармический менеджмент. То есть, принимая в пищу мясо или любой продукт, который был убит, ты принимаешь на него карму этого убийства. То есть, и не важно, что ты убил или не ты, но ты этому способствуешь. Потому что кто-то убил, кто-то перевез, кто-то продает, кто-то покупает. Это пятый человек, шестой готовит, пятый готовит, шестой ест. То есть, уже человек, который... Получается, что ты пришел к вегетарианству через астрологию? Да, через астрологию. А почему ты решил, почему вдруг заинтересовался астрологией? Я всю жизнь интересовался чем-то таинственным. И астрологией, и китайской медициной, и цигун, и йогой как-то немного занимался. То есть, у меня всегда вот в этом, думаю, для карты Тара были, сначала. Да, ну, пока оставил так. Хорошо. Скажи, как изменилась твоя жизнь, восприятие, мировоззрение с тех пор, как ты встал на этот путь вегетарианства? Тебя поддерживают в этом твои близкие? Близкие не совсем. Но мы с ними на эту почву друг другу не препятствуем. То есть, я не навязываю своего, они... Кто-то есть, то есть, друзья, кто пытается навязать что-то. Но в основном все гармонично сосуществуем. Я не культивирую этого никому. Просто своим примером показываю, насколько это эффективно. Просто со стороны здоровья. Не со стороны кармы, не со стороны духовности, а просто чисто со стороны здоровья, как это то, что, опять же, что я говорил. Это всегда полная энергия, всегда полная сила, всегда... Самое важное, что приходит после нескольких месяцев начала вегетарианства, где-то 2-3 месяца, это чистота сознания. Вдруг ты понимаешь... Просто, опять же, я говорил, что я не один раз начинал что-то, да, еще просто так, не намереваясь серьезно быть вегетарианцем или кем-то еще, а чисто для себя практиковал это. Где-то через 2-3 месяца сознание очищается. Оно становится намного ясней, намного быстрее, намного острее. Когда ты начинаешь есть мясо или что-то, тогда сознанию все равно хочется очень часто спать. Как будто затуманено оно. Это уже можно уходить в области энергетики. То, что если ты ешь мясо, рыбу, яйца и все низкочастотные продукты, то ты сам живешь на этих низких частотах, низких вибрациях. Мысли у тебя, может быть, негативные в основном. Жизнь не очень видится в хорошем свете. Так вот, все вот очень так расплывчато и темно. Когда ты начинаешь есть продукты с высокой вибрацией, высокочастотной, тогда у тебя все мысли проясняются, ты начинаешь хорошо себя чувствовать, летать. Скажи, тебе это помогает в музыке, в твоей работе? Немного есть изменения в том, что стало интересно, если мне раньше всегда нравилась музыка такая монументальная, мощная, яркая, грозная. Ну и можно эпитетов привести очень много. Минорная, то есть грустная. То сейчас музыка больше нравится такая... Можно привести лучше с авторами. Потому что если нравился больше Рахмайнов, это мощно, Чайковский, Лист, Шопен, то что-то такое же в этой же сфере Бетховена. То сейчас нравится больше красота звука, что-то более чистое, более ясное. Легкое. Да, более легкое. Все даже Моцарда, Гайми, Скарлатти, ну, многие композиторы. И у тех, всех, о которых я рассказал, тоже есть такие произведения. Ну, если говорить в общем. Ну, так что есть тоже, да, немного. Я даже не задумывал собой. У тебя за спиной множество побед. В международных всероссийских конкурсах всего даже не перечислить. Ты дважды лауреат гранта президента России, награжден комиссией по делам ЮНЕСКО. Ты внесен в энциклопедию «Одаренные дети. Будущее России». И поскольку ты уже вырос, очень хочется спросить у тебя, каким ты видишь будущее России? Будущее. Любое будущее я вижу. В ярком, светлом свете. Россия и будущее, в какой бы отрасли это ни было, мне представляется тоже хорошим. В России очень сильны корни. То есть знания, которые передаются от поколения к поколению. В любых. Это в спорте, в музыке или в чем-то любое еще. В музыке развивается много талантов. Дается спонсирование школам. Передач много сейчас на телевизор как раз у детей. То есть говорить о будущем, то мы говорим о детях. И как раз сейчас очень много передач с детьми. И музыкальных, и не только. Фигурное катание, звезды, классика. Ну, в разных светах. То есть я вижу будущее России хорошим, так как мы довольно сильно заботимся о детях. И всегда заботимся о их здоровье, о их воспитании, о как раз о их будущем. Когда Владислав родился, одна сторона его тела была парализована. Врачи говорили, что он не сможет не то, что говорить, но даже ходить, настаивая на том, что от ребенка надо отказаться. Но благодаря вере мамы, сейчас Владислав абсолютно здоров. Я знаю, что у тебя в жизни не раз случались события, когда ты был на грани жизни и смерти. Прекратилось ли это после твоего изучения астрологии и духовных практик? Астрология мне помогла понять, почему эти ситуации проходили в жизни. Приходили в моей жизни. И узнать то, что они закончились. То есть астрология – это чистый математический расчет, который ты можешь себе, любой человек, сделать и посмотреть все, что у меня в жизни происходит. Изначально я хотел, так как я музыкант, пианист, всегда у лиги, у лиги политики, бизнесменов, музыкантов, есть люди, которые их охраняют или же помогают им. Это и в залах сидят, или на конференциях, или где-то еще. То есть, ну, или оберегают, защищают. И я сначала хотел себе найти таких людей. Потом я понял то, что можно необязательно искать. Можно что-то и самому узнать, и так будет легче и удобнее. А уже люди, они сами придут, если понадобится. Ну, в любом случае, я уже сам буду обладать этими знаниями, умениями, навыками. Это я так как раз пришел к астрологии. То есть, потому что очень много в жизни происходило разных вещей. Приведи, пожалуйста, пример той ситуации, которые были. Были. Вот такие вот роковые, можно сказать. И как у тебя теперь стало? То есть, что было? Можешь об этом сказать? Было у меня с самого рождения. Интересная жизнь. У меня был перелом черепа в самом детстве. У меня было опять сотрясение мозга. У меня был ушиб головного мозга. Очень-очень много болел там до 7 лет. Ну, разное, что случалось. Один раз чуть-чуть себе голову не отрезал, там, бежал в полисаднике. Но это все закончилось с детства где-то до 7 лет. Дальше началась как раз музыка, выступления, поездки, гастроли и вот все связанное с музыкой. Проинтересовался я, опять же, многим разным и программированием, и кулинарией, и спортом. То есть, ну, разным, что в чем-то сильнее, в чем-то меньше, ну, что меня интересовало. А потом, где-то с 19 лет, началась опять такая череда. Нет, еще в 13 лет меня машина сбила, но это было не сильно. Как раз рядом вот с музыкальной школой я на велосипеде ехал. Потом, где-то в 19 лет, точно не помню, у меня были сломаны пальцы. Вот как раз началась опять такая череда странных вещей. У меня были здесь два перелома со смещением, дроблением, отколками. Вот, я ходил два месяца с 7 титановых спиц. Здесь был вставленный гипс. Ты не мог играть? Не мог играть, да. Правой рукой так что-то пытался играть. Ну, вот, потом, да, были закостеневшие все пальцы, и приходилось еще какое-то время так вот все вот разжимать. Ну, ничего, заиграла лучше. И сжила. Сжила так, что на регене даже не видно, что были эти все переломы. Потрясающе. Ну, это врачи. Это благо врачам, которые оперировали первым руком. Дальше было тоже там какие-то случайные драки или какие-то происшествия, что происходило. И самое такое сильное было – это аппендицит, который вышел в перитонит. Там недочистили первую операцию, через 5 дней вторая операция. Там она часов 8 или 10 длилась. То есть, там, возможно, клиническая смерть. Ну, вот такое все. Это было еще за, прямо за 2 месяца до поступления в консерваторию. Вот это все очень много разного такого интересного происходило в жизни. Ну, я понял то, что вот это, как бы, тело, сосуд, он очень крепкий. Вот что мне это дало понять вот эти все знания. То есть много сознаний было, когда были пальцы сломаны. То есть я тогда понял то, что у меня ничего, кроме музыки-то, в принципе, нет. То есть я всю жизнь, как бы, к этому шел. Да, у меня были какие-то мои другие интересы. Но самое главное, самое основное – это была музыка, именно фортепиано. И тогда было много разных пониманий. То есть все, что происходило в моей жизни, я благодарю, что это произошло. Потому что, если бы это не произошло, не было меня, которую я сейчас есть. Потому что с каждым ситуацией то, что нас не убивает, делает сильнее. Ну, или не только сильнее, а как-то в чем-то умнее, в чем-то мудрее, в чем-то опытнее. Ну, в любом случае, приносит пользу. И мне было интересно, а почему же столько всего этого происходит? Не может же, что всю жизнь, что ли, будет какие-то еще происшествия там происходить? И мне было интересно узнать, что это, от чего это, почему это, и если будет еще, то когда это будет еще. И вот это как раз мы уже подводим с астрологии. То есть я притянул к себе вот именно этого учителя. Я хотел тогда. Да, это уже отдельные метафизические разговоры о том, что все, что мы желаем, о чем думаем, мы это притягиваем. И вот я как раз подумал о том, что вот я хочу учить себе какую-нибудь, что в чем-нибудь. Я не думал, что это будет астрология, вообще даже не думал о ней. А тут как-то раз, и мне там рекомендация друзей от кого-то приходит, и вот в школу астрологии. Поэтому, ну, давай попробуем. Владислав убежден в том, что возможности мозга, сознания и подсознания безграничны. А все, что умеют йоги и другие просвещенные люди, посвятившие изучению сверхспособностей всю свою жизнь, доступно каждому человеку с рождения. Много есть интересного в метафизике, в эзотерике. И вот собирать эти знания разные, из разных стролей, из разных отраслей, ну, кому-то это может быть и неинтересно, и не нужно. Те не будут этим заниматься. Кому-то, ну, как мне, как, не знаю, сейчас все большим и большим людям, это становится интересно. Так же, как и вегетарианство и все остальное, оно как раз к этому, это такой первый шаг, вот так назван. Я сейчас замечаю по всему миру, вот есть друзья в разных странах, которые живут, и с которыми мы даже или редко общаемся, или почти вообще не общаемся, потом вдруг как-то созваниваемся или где-то встречаемся. И я замечаю то, что по всему миру идет движение, кто на вегетарианство, кто на строедение, кто метафизика, кто хиромантия. И в Испании, допустим, сейчас все больше и больше открывается по салонам по хиропрактике. Именно сейчас вот где-то как год. То есть вот это идет интерес во всем мире. Сознание людей начинает интересоваться вот этим всем. А что же вот за этим всем? А что же за теми канонами, которые нам объясняли в детстве? А сейчас в эфире рубрика «Вопросы от телезрителей». Кстати, если вы тоже хотите задать вопрос герою нашей программы, подписывайтесь на нас в соцсетях, следите за опросами и задавайте их. И на самые интересные вопросы герой ответит в эфире нашей программы. Знаешь ли ты о такой криптовалюте, как VeganCoin, которая поможет людям совершать этичные покупки, находить единомышленников и различные век-места по всему миру? Это интересный проект. Очень много есть разных криптовалют на разные темы. И это как раз первый, пока что единственный проект криптовалюты, связанный с вегетарианством. У них очень длинная дорожная карта. Притяженность рассчитана на многие годы вперед, даже десятилетия. То есть они, как у себя в презентации, описали, что в 2050 году они планируют, что все покупки вегетарианские будут оплачиваться через их криптовалюты. Уже есть магазин, не помню в какой стране, за которым можно покупать за криптовалюту, покупать разные вегетарианские продукты. Я думаю, что нужно, чтобы кто-то занялся этим в России. Может быть, это будешь ты? Может быть. И второй вопрос от телезрителей. Чувствуешь ли ты гармонию с собой, своим питанием и музыкой? Да. Я чувствую, после начала всех духовных практик и знаний эзотерических, я чувствую гармонию во всем. И в теле, и в сознании, и в моих действиях, делах. То есть абсолютно во всем. И в музыке в том числе. Всем советую. Здорово. Ну и еще один небольшой вопрос, который тоже задают телезрители. Что ты посоветуешь начинающим музыкантам? Заниматься. Терпение и труд. Заниматься и еще раз заниматься. И не отчаиваться никогда. То есть всегда, даже если что-то не получается, все равно продолжать делать, продолжать пытаться. Потому что любой труд, он всегда окупается. Никогда нельзя сдаваться, складывать руки. Это в любом деле, никогда нельзя. Всегда надо верить в свои силы, верить в себя, верить в то, что будет хорошо. И когда ты в это веришь, искренне веришь, и несмотря ни на что, продолжаешь верить, тогда оно так и происходит. Любые двери, любое, все открывается. Спасибо за ответы. И у нас осталась небольшая рубрика «Блиц». На эти вопросы нужно отвечать быстро и не задумываясь. Классика или джаз? Классика. Блондинки или брюнетки? Задумывай. И те другие. Поездом или самолетом? Самолетом. Главный вывод, который ты сделал в свои 27? Жизнь не заканчивается ни на чем. Никогда не поздно начать что-либо сначала. И достичь в этом успеха. Очень мудрый вывод. Согласна. Влад, я благодарю тебя за такое интересное интервью. Я получила большое удовольствие. Я думаю, что телезрители тоже. До новых встреч на Первом вегетарианском. Субтитры создавал DimaTorzok